Ядерное разоружение и права человека обсудили на конференции в Швейцарии. Мероприятие, приуроченное к Международному дню против ядерных испытаний 75-летию Декларации ООН по правам человека, организовало постоянное представительство нашей страны при отделении организации в Женеве. Постпред Казахстана Ирлан Олимбаев отметил, что закрытие Семипалатинского полигона привело к глобальному мораторию на ядерные испытания и принятию мировым сообществом договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в 1996 году. Еще одним важным шагом в усилиях по достижению безъядерного мира стало подписание в 2006 году в Семипалатинске договора о зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии. Вы знаете, организация объединенных наций всегда выступает за то, чтобы действительно мы имели возможность и соблюдать наши человеческие права, права человека, и когда происходят такие серьезные потрясения, серьезные испытания, как проходили и на территории Казахстана, и на территории Машаловых островов, и в других частях света, чтобы люди имели право на справедливость. Есть всеоблемящий договор о запрещении ядерных испытаний. К сожалению, он до сих пор не вступил в силу. Он выполняется странами на добровольной основе, но пока нет юридически обязывающих, обязательств сторон, это, конечно, все равно риск. Это одна из тех тем, как нам сделать так, чтобы этот договор вступил в действие и стал обязательством для всех стран-членов, включая ядерное государство.